Допустим, если там на год или на полгода отменить утилесбор, машины сразу должны стать дешевле? Ты знаешь, кто самый богатый человек в Казахстане? Кто? Кто знает лично Дарья Грунастанова, то знает, что она вообще человек очень добрый. Ты вот эту тему пока, короче, не добьешь, ты от нее не отстанешь. Я не отстану. А как ты сейчас зарабатываешь? Если это твой уровень, если это твой потолок, тогда можешь ко мне не подходить. Ребят, вы выбрали не самое лучшее место сейчас для фотосессии. Я никому никогда не рассказывал, вся битва впереди, что одного поручения президента недостаточно. Так ощущение, как будто они не знают, что с этими деньгами сделать, да? Да, да, да. Динарфий, я за слова отвечаю, скажешь, полезьте в воду, в воду. Я настолько боюсь, что я не могу молчать или наблюдать, или смотреть. Санжар, все знают, что благодаря тебе будет снижен тариф на утильсбор, но не все знают, кто такой Санжар Букаев, поэтому сегодня я предлагаю познакомиться с ним поближе. Поехали? Спасибо, но это наша общая заслуга. Динарфий, это не только я, это весь наш актив. Все люди, кто поддерживал. Все расскажешь. Смотри, пропустят, не пропустят? Пропустили, смотри. О, а как его пропустили? Киргизский, да еще и бензин. Ну, а как это? Коррупция прямо на ровном месте. Санжар, ты часто в горы ездишь? Я часто езжу в горы. Сейчас мы едем в режиме автопилота. Вот, кстати, машина видит, что здесь есть люди, помеха. Начинает тормозить. Слушай, ну ты полностью доверяешь, да? Да, полностью может. Он определяет, смотри, вот люди. Там, где бы человек проехал, видишь, он боится, он думает, что человек может сюда выпрыгнуть. Угу. То есть он... Все, дальше едет, дальше рулит. Санжар, слушай, ну мы с тобой... Ой, блин, мы так на автопилоте. Может, ты не будешь на автопилоте ехать? Давай лучше, знаешь, я доверяю твоему управлению полностью на 100%. Слушай, ну мы сейчас подъехали на Медео, и тебе не дают пройти. Все к тебе подходят, знаешь, как будто ты Аким, президент, премьер-министр. Все задают вопросы, спрашивают, когда будет партия. И вот когда это началось? Это началось, наверное, где-то полгода назад, когда люди увидели, что все вопросы мы поднимаем системно, что есть определенные результаты, нас слышат, мы доносим. Мы не просто как-то критикуем, но обязательно выдаем рекомендации, решения, видения. А потом эти видения очень часто они и воплощаются. Поэтому люди видят альтернативу. И люди хотят увидеть новые лица, изменения. Когда ты начал говорить об утильсборе, ты так системно начал записывать видеоролики. Причем делал ты, как ты мне рассказывал, помнишь, на свой телефон. Да. То есть это там не студия, да? И сейчас это делаю на телефон. И сейчас делаешь на свой телефон, да? Я это скидываю человеку, который монтирует. Но, Динар, я начал не с утильсбора. Вообще я начал с того, что рассказывал о фейковых заводах и фабриках, на которые выделялись по индустриально-инновационной программе большие миллиарды. Поэтому я и рассказывал, слушайте, а где здесь наши заводы? Они должны быть. Я читаю отчеты по индустриально-инновационной политике. Так мы, согласно этим отчетам, обогнали и Японию, и Германию, и все другие индустриальные страны. А где это все? Вот. Начинают читать дальше. А мы производим 156 моделей автомобилей. Помните, да? Угу. Я задаюсь вопросом, какие 156? Я начинаю считать в уме, у меня только 10 там складывается. И то мы их не производим, а просто вкручиваем колеса. Это называется крупноузловая сборка. Вот. Я пишу пост. И вместо того, чтобы, как обычно бывает, министерство звонят, говорят, а, да, спасибо, действительно прошла ошибка там, или мы там давайте дадим вам разъяснение. На меня начались заказные материалы. Динокс только полилось грязи, в том числе от покупных блогеров. Вот. И я подумал, ну, если так, то окей. Они записали видео, давайте, приезжайте к нам на заводы, мы вам покажем, где мы по-настоящему производим. Я стал ездить. Динара, ну, позвали, окей. Я поехал и ничего там не увидел. Ничего, что называется производством, потому что сам я производственник по душе. Я открывал два производства. То есть ты считаешь, что у нас вообще нет отечественного автопроизводства? Нет вообще. Если вы мне назовете хотя бы одну модель, в которой мы сами произвели хоть одну запчасть к нему, не знаю, это не важно, амортизатор, это какой-нибудь бензонасос к нему, это хотя бы фара, да хотя бы лобовое или боковое зеркало, я скажу, окей, давайте посчитаем процент, сколько это локализации, но у нас ничего этого нет. А ты не боялся вот так вот уступать открыто? Потому что ты один, а автопроизводителей много, плюс это и возможности, да, у них больше гораздо, и связи. То есть ты говоришь, там, заказы пошли, то есть это, ну, было ожидаемо, да? Да. Ну, знаешь, Динар, не боялся, и не потому, что я такой смелый, мне кажется, наоборот, я самый-самый трусливый, потому что я очень боюсь, я боюсь только не за себя, а вот за будущее, за страну, и в этом плане, наверное, я самый большой трус, потому что я настолько боюсь, что я не могу молчать или наблюдать, или смотреть. Ну, ты же понимал, что ты один, их много, и что шансы у тебя, что тебя услышат, что они велики. Я это все понимал, но я также понимал, что в правде есть сила, и справедливость, она обязательно когда-нибудь да приходит. А вот сколько тебе времени понадобилось для того, чтобы тебя услышали? Потому что вот с того момента, как ты записал первое видео о том, что у нас нет автопрома своего, да? Год и два месяца. Год и два месяца понадобилось для того, чтобы нас услышали. Слушай, но наш президент Укаев про тебя и сказал. У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется «Оператор РОП». Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором «Оператор РОП». Этим должна заниматься государственная организация, как положено. И, кстати, хочу за это поблагодарить. Только это воодушевило весь наш актив, потому что это не только я. Это все наши движения, это люди, это простые наши граждане. Они делают это и участвуют, и посвящают время не за деньги. Каждый из них анализирует, вместе с нами встречается, пишет посты. А кто эти люди? Вот ты всегда говоришь, это не только я, это актив. Кто эти люди? Во-первых, это предприниматели, у которых бизнес хоть как-то связан с утилизационным сбором. А во-вторых, это люди, которым не безразлично. Они не имеют отношения, есть у нас ребята, у которых даже нет автомобиля. Но они понимают, они говорят, что это же глупо, когда человек платит за автомобиль только утилизационный взнос 2 миллиона тенге, и все они уходят в частную компанию, а из этих 2 миллионов почему-то миллион тенге уходит на стимулирование автопрома. Опять-таки частного. Почему из наших карманов мы должны стимулировать частный автопром, который очень сложно даже с натяжкой назвать автопромом? А вот давай вернемся к вопросу об активе, да? То есть ты часто говоришь об активе, кто эти люди? Вот сколько это человек? Самых активных ребят в нашей группе, которые принимают участие в принятии решений, нас 10-12 человек. Всего, да? Всего лишь 10-12 человек, это мобильная такая команда. У американцев же есть понятие ту пицца, то есть команда эффективна. Тогда, когда двух пицц достаточно, чтобы накормить управленческую вот эту команду. А в целом нас поддерживающих несколько тысяч. Ну смотри, вот 10-12 человек, вот что они делают? Ты никому зарплату не платишь, да? Никому ни одной копейки мы не платим. То есть кто там есть? Там, скорее всего, есть юрист, да? Там есть юристы, там есть финансисты, там есть люди просто, которые, допустим, окончили специально социологию или филологию, и для которых не безусловно. А как вы друг друга находили? То есть они писали тебе там в директ, в инстаграм, в фейсбук? Да, они писали в комментариях, писали в личку. Мы начали встречаться и с предпринимателями, и с нашим активом. И вот так получилось, что мы нашли общий язык. У нас было одно видение. И самое главное, важно, чтобы совпадали ценности. Мы увидели, что у нас совпадают ценности, а это справедливость. И мы начали двигаться, и у нас стало все получаться. Поэтому для того, чтобы кого-то победить, не нужны деньги, не нужны власти или влияния. Достаточно верить в это и иметь вот эту энергию. Слушай, достаточно сегодня, как ты, иметь телефон, иметь доступ в интернет, да, и самое главное, системно это делать. Но вот мы с тобой познакомились в 2011 году, да? Да, в 2011 году. Это был форум Нур-Утана. Я тогда возглавлял управлением молодежи политики, да, наверное? Да, ты работала в Акимате Алматы, я работала на Хабаре. Я вела форум, но вот там Казахстан. Да, ты была звездой для нас. Да ладно. Вообще, Динар, я хочу напомнить, что я тебя видел еще в начале 2000-х на телеканале Алматы. Ты работала. Южная столица. Южная столица, да, да, да. Я приехал к своему другу, он работал там журналистом. Аскарджелдин был. Когда ты вышла, я говорю, ух ты ж, кто это такая красивая девушка? Он Джигатабар, где-то та и Коя Салт. Это было Скарджелдин. Тогда ты была маленькая. Ну смотри. Мы с тобой познакомились 11 лет назад, и мы с тобой были, ну, за Нур-Утан. Потому что я вела форум, и я действительно верила в партию, верила. Ну и потом я работала на Хабаре, да, как бы была единая повестка. Ты тоже был членом Нур-Утана. Ты собрал молодежь. Это были студенты. Ты отвечал за этот форум, да. Он тогда прошел успешно. Наверняка ты получил тогда грамоту, да. То есть вот мы с тобой были Нур-Утановцами, и это не секрет. Да. То есть было такое время. Динара, тогда нам было, тогда мы были молоды, да. Мне было, допустим, 28, по-моему, лет. И мы, знаешь, не обладали достаточными знаниями, опытом. Еще не совсем сформировались наши взгляды и ценности. Я тоже, как и ты, очень верил в данную партию. И в то, что мы идем на правильном пути. Вот. Все это происходило до 2016 года, когда в 2016 году по итогам выборов, там, президент набрал 98% голосов, да. Я понял, что мы идем куда-то не туда. Вот это вот, ну... То есть в 2016 году у себя был первый сигнал, да? Да, в 2016 году я понял, да, это был первый сигнал. В 2015 году это были президентские выборы, в 2016 это были парламентские выборы. Потом я видел, что вообще мы идем совершенно не в том направлении. Я стал об этом говорить, писать. И самый первый конфликт, который у меня произошел с партией, это когда я написал, что партии не должны получать деньги из республиканского бюджета, из карманов налогоплательщиков. Это абсолютно неправильно. Если партия хочет существовать, пусть существуют начленские взносы, где 9 миллиардов тенге в год, потраченные на вас, да, а за одно заседание Можелиса, за один созыв, за 4 года, они там 40 миллиардов. Это сумасшедшие деньги. И самое главное, они отчитываются формально в какой-то там районной газетенке, да, или республиканской, о которых я никогда не слышал, а на сайте повесить. Где эти деньги? Почему-то их никто не проверяет. Но вот эти вопросы, которые у тебя тогда возникали, ты же еще их никому вслух не задавал? Я сначала задавал их внутри. То есть находясь внутри системы. Находясь внутри системы. И почему, Динар, я вот никому никогда не рассказывал, почему я ушел с должности завсектора администрации президента. Меня пригласили, а я прошел все процедуры. Никто меня тогда не вел, никто, вот, ну, мне эту должность так вот, как сказать, да, как обычно, агашки, кокешки там представить. Нет, я пошел, сам сдал экзамен, сам прошел собеседование. То есть все это по-честному. И мне это очень понравилось, что в АП можно попасть своими силами. Но потом, когда я стал писать одну аналитическую записку, вторую, что политика, партийное поле неправильно, что Нур-Тан и Жасут-Тан... Будучи завсектором, да? То есть уже внутри аборды. И об этом я сказал еще вот пять лет назад, что нужно менять, четыре года назад, что нужно это менять, эти подходы в работе, что они пройдут в тупик. Все, мне стали вызывать, а что, вы оппозиционер или вам что, больше надо? Я думал, что внутри власти, да, мы можем говорить, потому что обманывать себя нельзя. Ну, власть, она, к сожалению, такая, что она не хочет видеть правду. Вот. И, конечно, система выплевывает, да, таких людей. А я считаю, я вот искренне верю, что если человек во всем соглашается с руководством, это бесполезная часть организации. Ну, вот сколько ты тогда в администрации продержался? Да, всего лишь там исполняешься где-то полтора-два месяца. В девятнадцатом году ты был, по-моему, 18-19 год, да? Ты был советником Доригии Назарбаева. Я был всего полгода, в восемнадцатом году советником. Опять-таки, она сама на меня вышла, пригласила, мы встретились, обсудили. Я сказал, дайте время подумать и посмотреть, вообще, чем занимается Сенат, и могу ли я вообще быть полезен. А кто, интересно, порекомендовал тебя? Позвонил вообще ее помощник. Позвонил ее помощник, кто именно, не знаю. Я подготовил свое видение там в течение двух недель, зашел, показал, как бы я видел работу Сената. Вот. И ей понравилось, она говорит, а давайте ко мне советникам. Я говорю, если только внештатным, она сказала, окей, внештатным. И где-то полгода я писал записки, помогал. Вот. Кто знает лично Доригу Назарбаевну, кто знает, что она вообще человек очень добрый, очень интересный, справедливый. Но она почему-то не принимает решений. И вот все мои записки, все мои идеи просто натыкались на какие-то вот, ну, а давайте потом обсудим. А давайте, окей. На других советников? Да. Я понимал, что это важно, что это нужно. И в какой-то момент я понял для себя, что мне надо уходить. И я зашел, сказал, что вот открываю теперь производство в Алматы. У меня тогда было повезлость в Астане, ты помнишь, арт-романс? У тебя дома на что стоит? Да, у меня дома стоит стол от Санжар-Букаева. Да, я попрощался, поехал в Алмату, и буквально там через несколько месяцев она ушла из Сената. Ты нам обещал? Да, я обещал плов, поэтому нам лучше сейчас поскорее подойти туда. А что его могут разобрать? Да, его может не хватить, кстати, поэтому... Слушай, ну, холодно, может погреемся еще? Нас пять человек, да? Нас шесть человек, да. Чай, я хочу чай, может быть. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Ой, Санжар, ну ты звезда, звезда. Что-то слишком много камер, что-то... Алматинцы, конечно... Мне так непривычно. Алматинцы, конечно, другие. Просто в субботу все на Чебулаке. Слушай, а какими ты темами будешь еще заниматься теперь? Выборность акимов, городов, пока не областей. Я читала в комментах у Арманжана Байтасова, там пишут, Санжар, выдвигайся в Аким и Алматы, мы тебя поддержим. Есть в планах? Все есть в планах, но не то чтобы стать Акимом Алматы, а переломить эту систему так, чтобы мы законодательно приняли решение выбирать Акимов во всех городах. Алматы, Астана, Алдукорда, не важно. Но наши люди должны, наши граждане, сами выбирать, кто будет Акимов. Иначе его никто не уважает? Шесть облепиховых. Шесть облепиховых, да. Все? И все. А, может быть, сладкое или... Нет, я хочу и плов. Ага, сколько? Санжар, спасибо за обед. Да. Давайте карточка, наверное, неудобнее будет. Ты же за здоровый образ жизни, да? Ты не пьешь, не куришь? Не пью, не курию. Никогда? Никогда, никогда. Ты всегда был таким правильным пацаном, да? Да. А сколько начинается у тебя день? У меня день начинается в 8 часов. Вот. Вообще по-разному. К сожалению, у меня нету какого-то такого графика, которому я следую. Я иногда пишу о чем-нибудь до 4 утра. А утром во сколько просыпаешься? А утром потом в 10 просыпаюсь. Поэтому по-разному. Брежде чем снять видео, нужно писать текст. Вот тебе, чтобы собрать текст, вот все мысли свои там, сколько уходит времени? Вообще зависит от сложности проблемы. Ну, поскольку я не беру темы там, где я не специалист. Да, мне вот часто писали, а почему вы по вакцинации? Ну, я не специалист, да, по вакцинации. Или там по олимпиаде, вот у нас столько. Я говорю, ну я не специалист, я не могу, я не эксперт по спорту, да? Ну, ты классный аналитик. Да, я. Ты знаешь, то, что ты работал все-таки на госслужбе, ты умеешь работать с цифрами, ты умеешь находить информацию. То есть вот та информация, которую ты всегда находишь, да? То есть она там по... Ее только я нахожу, ее только я анализирую. Она в открытых источниках? Она в открытых источниках, да. Да. А как ты это делаешь? Google в помощь, а дальше уже специализированные сайты. И самое главное, сайт агентства статистики. А есть источники, которые тебе уже, так скажем, просто скидывают какой-то инсайт? Я хочу поблагодарить, вот есть читатели, которые мне в самый пик нашей битвы с автопромом, лжеавтопром, они мне скидывали видео, как везут эти автобусы. Там работник какой-нибудь таможни, он просто душой болеет, и он скидывает. То есть это простые люди? Это простые наши граждане, и они говорят, пожалуйста, не рассказывайте о нас, но мы хотим вам помочь, да. И в этом это так классно, потому что наши граждане, они все-таки небезучастные, да, они вот, ну, и небезразлично, что у нас в стране. Недавно пишет один парень мне, мистер, можно с вами встретиться? Я часто смотрю ваши видео, я вообще не понимаю ничего в политике, но я чувствую, что вы правильно говорите, в правильном направлении. У вас часто лагает звук, можно я вам к телефону подарю микрофон? Не стало так неудобно, что я не обращаю внимания на технические моменты. Я решил познакомиться с этим человеком, обычный парень, работает в компании. Я вижу, это дорогой микрофон, я говорю, можно я отдам деньги, потому что мне неудобно. Он говорит, нет, нет, это мой такой вклад небольшой, потому что, ну, чем я еще могу помочь, я говорю. А кто тебя вдохновил на вот эти видео, да, потому что мне показалось, что у тебя видео чем-то похоже на видео Навального? Вряд ли можно сказать, что он меня вдохновил, но могу сказать одно, Навальный, он все-таки заслуживает уважения, он молодец. Он человек, который не только ради власти это делает, я это чувствую. Ему просто стало в какой-то момент больно, обидно, вот так бывает и у меня, потому что по ночам иногда ты просто не можешь заснуть. И когда мне говорят, зачем ты это делаешь? А я говорю, что, ну, наверное, я себя съедаю по ночам. Вот, я стараюсь там сделать все дела до пяти утра, потому что знаю, что мама встанет на намаз, и мне нужно поскорее лечь спать, чтобы мама не видела, что я сижу и пишу, работаю на ночь. А ты живешь с мамой, да? Да, я живу с мамой, со своей семьей. Ну, твоя семья и мама с вами, да, живет? Филизация была у нас. Да, все ждут, когда снизят тариф на утильсбор, но ты сомневаешься, да, что это произойдет сейчас? Мы сейчас предложили классное решение для индустрии Минэкологии. Мы сказали, а давайте объявим мораторий, давайте временно отменим все, потому что от того, что вы сейчас снизите ставки, вы же проблему не решаете, поскольку сам механизм весь косой, кривой. Если цели ставятся, и KPI, там, показатели, то их нужно как-то достигать, а вы с таким механизмом не будете их достигать. А потом убрать тоуроб, это же не решение. Они передали это дому, но теперь дому будет коррумпированной компанией, да? Так сколько денег сейчас на счету уроб? Более 200 миллиардов тенге. А ты говорил про 692 миллиарда. 692, это в общем собрали за эти 4,5 года, пока они начали сбор. Вот. И эти деньги, за эти деньги они отчитаться никак не могут. По факту из официальных источников, которые они дают, официальных цифр, там можно увидеть, что за половину отчитались, а за половину никак не смогли. Поэтому я считаю, что нужно провести тщательное расследование. Туда зайти должны контрольно-проверяющие органы. Поэтому мы и министерство говорим, давайте пока остановим вообще все процессы обсуждения. А министерство слышит тебя? Да. Мы сейчас с ними обсуждаем. Потому что в прошлый раз я видела, что мы с тобой когда на завтраке встречались. Вот, кстати, Геннад, вот это вот, да? Когда... 307. Тебя не подключали, да. Я выкидывала из обсуждения, из зум-конференции, то ли после того, что ты тоже это опубликовала, позвонили с министерства, несколько человек, извинились. Потом на следующий день, они во вторник делали обсуждение, позвонил председатель комитета промышленности, вице-министров. Мы без вас не будем обсуждать, пожалуйста, скажите время, когда вам удобнее. Слушай, ну про тебя сказал президент Укаев. Про наши движения. Про ваши движения, да? Ну ты главный в этом движении. И тут же проходит первая зум-конференция на эту тему, и тебя они хотят подключить. Потому что на 80% заседающих это были лоббисты у Тельсбора. Они понимали, что мое появление приведет к тому, что это будет разнос. Вот. И в какой-то степени и министерство, и лоббисты побоялись, они хотели, чтобы я не участвовал. Почему разнос? Президент же дал четкое задание. Он сказал, что нужно снизить там ставку, да, и отдать это в государственное управление. Мы это проходили много раз, когда президент и Назарбаев дает, и Тулькаев давали поручение. А потом на уровне исполнения это все так переворачивали. И мы понимали, отдавали себе отчет, что вся битва впереди, что одного поручения президента недостаточно. А как ты думаешь, сейчас будут исполнять это поручение или будут искать... Будут, никуда не денутся. Исполнять будут хотя бы формально. И формально у них хорошо получается. Они ту лоб как бы закрыли, передали государству. Это первое поручение. И второе это снижение ставки у Тельсбора. Они сейчас бы снизили в половину и отчитались бы снизили. Ну, получается, с контроля администрация президента может снимать, потому что как бы выполнено же поручение. А то, что сам механизм, он не работающий, им все равно. Согласно закону ЭКО-кодексу, статьи 386, само определение утилизационный взнос, там четко прописано, что он связан только с утилизацией сбор, доставкой и утилизацией. Там нет понятия стимулирования автоправа. Поэтому все это так незаконно. Слушай, но вот эти деньги, которые там на счету остались, 200 миллиардов, их куда сейчас передадут? Потому что я слышала про автокредитование, поддержку офисного. Решение еще не принято. Опять-таки, автокредитование я не поддерживаю. Да, это так было громко и популистски. Как будто бы в поддержку населения. Это кто вообще предложил? На самом деле, это в поддержку опять-таки все тех же лоббистов. А кто предложил автокредитование? Мининдустрии, по-моему. Мининдустрии и предложили, потому что... Ощущение, как будто они не знают, что с этими деньгами сделать, да? Да, 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 у них... А на эти 220 миллиардов можно было построить по-настоящему технологичные, мощные заводы по утилизации и даже по глубокой переработке. То есть этих денег достаточно, чтобы построить там 4 завода или 5 заводов, которые все, вообще решат вопрос утилизации, но они не хотят этого делать. Это была классная идея, написать интервью именно здесь, на Горельнике. Потому что, Динаркин, есть много алматинцев, которые мечтают вообще сюда попасть, да? Ну, в связи с тем, что каждый день работа или нехватка финансов, они не могут этого сделать. И очень много казахстанцев, которые хотели бы попасть в Алматы, да? И сидеть, писать в офисе, когда вот такая красота, когда это можно сделать на свежем воздухе. Я думаю, что в воскресенье это же возможно. То есть сколько стоит подняться на фуникулёре? Можно. Я думаю, что, в принципе, при желании каждый может себе этого позволить. Но дела, да, опять-таки, многие наши родственники думали, что если мы живем в городе, то мы всегда ходим в театры. Ты, кстати, ходишь в театры? Я хожу, но не так часто. Это буквально два раза в год. И, возможно, это мое упущение. Жена, как реагирует на то, что тебя узнают, подходят, здороваются? Все члены моей семьи, они, во-первых, переживают. Особенно, что касается моих двух сестер. У нас своя группа, один чат. Они каждый день... Старшие сестры, да? Да, они каждый день пишут. Санжар, ну, у тебя же все получается по бизнесу. Может, тебе не надо этого делать. Пожалуйста. Мы же знаем, что в нашей стране все равно, ну, как-то, если и будет порядок, то точно не в ближайшие 50 лет там. И я всегда их успокаиваю, говорю, что... Не переживайте, я все делаю правильно. И я не переведу никакую черту. Если я всегда стою на стороне правды, то мне ничего не грозит. Каждую цифру я перепроверяю, Динар, я понимаю, что одна неправильная информация из моих уст, это обязательно прилетит что-нибудь там от власти в виде искусства. Но тебя кто-нибудь поддерживает из власти, да? Потому что ты периодически в Астану-то летаешь, и с кем ты встречаешься. Динар Кин, я встречаюсь с бывшими своими коллегами, друзьями, которые еще находятся у власти. И у нас был один момент, они мне жаловались на происходящее. Я сказал, ребят, если вы там, не жалуйтесь, пытайтесь что-то изменить изнутри. Я вам не говорю, уходите, нет. Наоборот, хорошо, что вы там, нужно потихоньку менять. Но если вы не можете с этим мириться, тогда уходите, да? Это вот, поэтому я в качестве экспертного заключения могу им дать какую-то поддержку по какой-либо проблеме и по произошедшим событиям. Да, меня пригласили в Совет Безопасности. Я рассказал о ситуации. Я тогда им сказал... Пригласили просто в качестве гостя, но не совбез. Нет, нет, нет. В качестве эксперта поговорить, что вообще произошло, что это было, каковы причины, что теперь делать. А с кем ты встречался? Я с секретарем Совета Безопасности, соседом Валентаревичем Исикишевым. Я им объяснил, вот движение «Нету Тельсбору» 8 раз подавало заявку на проведение митинга, автопробега. Нам 8 раз отказали. Я говорю, и знаете, что наши там тысячу человек 4-го числа вышли с мирным требованием туда, потому что им 8 раз отказали. Не надо наращивать эту массу. То есть дайте возможность выставиться, да? Дайте возможность людям узкотематически выйти там 100-200 человек, выпустить пар. Мы вообще так, вот такими подходами сможем тогда сформировать в людях культуру массового самовооружения, да? То есть чтобы люди собирались, не громили, не участвовали во всяких мародерствах, а научились мирно требовать. Слушай, ну это же классно, что тебя приглашают в Совбез, да, услышать твое мнение. При этом там несколько лет назад ты поработал там всего полтора месяца, да, в администрации, и тебя как раз таки не услышали, да? Да. То есть вот это стоило того, чтобы стать общественным деятелем и открыто вслух говорить о том, что, может быть, не всем приятно слышать. Да, это стоило того, я нисколько не жалею, поскольку понимаю, как работает механизм там. Они знают, что я, находясь здесь, вижу ситуацию изнутри и вижу ее по-другому, чем они, вот. И ссылаясь на меня, на стороннего эксперта, они могут что-то доносить. Слушай, ну твое мнение сейчас важно. Ты это понимаешь, да? Я хочу, чтобы было важно мнение каждого, а это честный выбор. Ну, давай будем говорить честно, не каждый готов открыто вот так вот критиковать власть. Наверное, потому что побаиваются за себя, побаиваются за себя. А какие риски, какие риски? Риски в основном для бизнеса, для работы. Вот об этом, риски личной безопасности у тебя были? Нет, личной безопасности не было. Никто не угрожал? Никто не угрожал. Единственная была ситуация, когда у меня была своя фабрика, к нам позвонил человек, представился с налогового департамента, попросил мой телефон, ему не дали. Он говорит, я хочу встретиться, поговорить. Я ставил свой. Я позвонил ему, я проезжая Аблайха на улицу, думаю, наберу, звоню и говорю ему, а вы случайно не на работе, потому что я вот проезжаю, я хотел проверить вообще, правда это или нет. Он говорит, да. И он выходит с налогового департамента. Мы с ним поговорили, и он говорит, вы знаете, я за вами наблюдаю, моя родная сестра работала в вашем управлении, и она так много рассказывала, что какие правильные вещи вы внедряете, изменяете и справедливо подходите. Поэтому я вам хочу сказать, предупредить, что сейчас поступила команда проверить вашу компанию. Пока не заходя к вам, вот мы из своих базы данных собрали, проанализировали, отправили, у вас все нормально. Я хочу вас предупредить, пожалуйста, будьте осторожнее, возможно, мы даже к вам придем, если скажут, будьте к этому готовы. И мне стало так приятно, что есть люди, которые даже вот этот его шаг, он вообще для него рисковый, потому что могли зафиксировать, слушать, или я не знаю. Но в любом случае, я благодарю таких людей, потому что они делают это не только ради себя. Санжар, а вот смотри, арест заместителя министра экологии Ахмеджана Примкулова, арест главы РОП, самоубийство управляющего директора РОП, это же, по сути, подтверждение того, что ты говорил. Да. То есть, если бы власть нас услышала раньше, еще два года назад, возможно, этой смерти могло не быть. Он устроился полгода назад. Всего полгода назад? Всего полгода назад. А как ты думаешь, что его потолкнуло? То есть, стали раскрывать коррупционную схему, и антикорп же там же тоже не глупые ребята. Они стали эту схему показывать им, и говорить, что, ребят, ну все, вы приехали. И они стали сдавать друг друга, решили, возможно, все повешать на этого парня, который подписывал. Он опять не самый главный. И я думаю, что... А ты с ним общался? Нет. Вот погибшего я не знал. А знал вот вице-министра и вот этот Медето, который руководил РОП. И мы им говорили, да, играйтесь, не надо так делать. Вот. Нас не слушали. Все это было ожидаемо. Вы встречались, у вас оффлайн были встречи? Да, оффлайн, онлайн. А как они объясняли вот свою позицию? Самое интересное, что на наши экспертные вопросы ни одно профильное министерство ответить не могло. Ни минной экологии, ни минной индустрии. Они пытались, как это бывает часто, ответить философски, или же пытались адресовать это лоббистам. Лоббисты это АКАП, Ассоциация Казахстанского автобизнеса, и конкретно Лаврентьев и его компании. Поэтому тот же вице-министр, это же всего лишь исполнители. Им сказали, делайте и все. Они даже не понимают, они не вникают, они не разбиваются в этих вопросах. Слушай, ну вот что ты можешь порекомендовать людям, которые тоже работают в министерствах, в каких-то ведомствах, даже в частных компаниях, которые не хотят, скажем, Я им хочу сказать, что... То есть они же, у них же, по сути, у них же нет иногда выбора, да? То есть вот им дали поручение, да, там, и вице-министру, да, там, и управляющему директору РОП дали задание. Он делает свою работу, ну, то есть он же думает, что он делает правильно, и что он защищен? Нет, он не думает, что он делает правильно. Он думает, что самое главное, он защищен, для него важнее всего получить следующую должность, вот. Но они-то осознают, что нарушают закон, и что это плохо скажется на какой-то отрасли, в целом на обществе. И я хочу всем им сказать, что Казахстан не будет прежним, что надо сейчас решительно бороться с этой коррупцией. Каждый на своем уровне. Если они будут подписывать, ну, значит, они подписывают себе приговор. У тебя не было таких ситуаций, когда ты тоже, ты же работал в Акимате, да, там, сколько, с 2011 по 2015 год, когда тебе тоже приходилось что-то подписывать, делать что-то, что не хотелось тебе делать лично, да? Ну, там, тебе Аким сказал, не знаю, зам Акима. Мне повезло больше, у меня были самые такие бедствующие управления, где практически не было денег. И на всех финансовых документах я подписывал сам специально, Динар. Я был уверен, ни один мой зам не подписывал финансовые документы. А у многих чиновников специально вице-министры подписывали, чтобы они несли ответственность. Вот нужно, во-первых, носить правку. Даже вот, кстати, если можешь посмотреть интервью с Сериком Сапеевым, где он, чтобы не подписывать один документ, уходит якобы в отпуск, да? В декрет. В декрет. Ну вот, пожалуйста. Они постоянно на эти два-три дня делают отпуск без содержания, назначают вице-министра какого-нибудь, своего зама, зам Акима области, чтобы они подписали. Вот это вот нужно практику законодательно убрать. Санжар, давай поговорим с тобой о дружбе. Я вот вижу, что вы сейчас активно выступаете с Досымом Сапаевым. Вы давно дружите? Мы дружим давно. Уже 6 лет, когда я пришел во внутреннюю политику, мы еще так просто были знакомы. И я увидел, что во внутренней политике классные ребята, но не достает знаний и компетенций, как анализировать, как прогнозировать, как сделать так, чтобы в городе было меньше каких-либо ЧП или ЧС. И тогда я позвонил Досому, попросил, говорю, вы можете прийти? То есть вы не были знакомы? Мы не были знакомы. Я просто по телефону говорю, я взял вот ваш номер, я тоже политолог, пожалуйста, помогите мне чуть-чуть поднять уровень и компетенцию наших сотрудников, поскольку это нужно для города. И Досым такой молодец, он сказал, дату, время, я приду, он несколько раз пришел. И руководство наше, да, очень сильно напрягалось, говорили, зачем вы приглашаете там оппозиционера, Досыма Сапаева. Я говорю, дело не в этом, дело в том, что у него есть знания, и его уважают наши сотрудники. А сколько у тебя было сотрудников? 36 сотрудников, 36 было сотрудников. И Досым постоянно приходил, то есть такой интенсив проводил? Да, Андрей Чеботарев, вот все они приходили, хочу сказать им спасибо, и у меня не было заложено этого бюджета, никто не сказал там дайте денег. То есть общество, эксперты, они готовы помогать, да, государству, госаппарату, но госаппарат чаще сам не готов. А почему? Вот связи сейчас приглашают, совбез, там, интересуются твоим мнением. Я думаю, что это только для того, чтобы увидеть, чего они не видят. Либо просто найти какие-то дополнительные идеи, которые могут понравиться там руководству. Смотри, ты работал при Есимове, да? Да. А при Байбеке ты долго, по-моему, не поработал? Буквально неделю, по-моему. Почему? Не сошлись? Не сошлись, нет, не сошлись во мнениях, наверное, во взглядах, в видении, как все это должно работать. Меня пригласил его зам, но он сказал, вы, сколько человек у вас в управлении? Я сказал, 36. Пусть все садятся за компьютерами, открывают закон КИЗ, там вот новость Парабека, и пусть все комментируют, какой он молодец, хороший, правильный и так далее. И я ему сказал, мы не можем этого сделать, хотя потому что сейчас у нас две точки напряжения в Алмате, там незаконный снос дома, а где-то не выплаты зарплаты, мы туда поедем. А во-вторых, я их так натаскиваю, я приглашаю экспертов, я их обучаю, я им сейчас скажу, вы садитесь писать теперь комментарии, вот ваш уровень, что ли. Я отказался это делать, он донес Байбеку, что я отказываюсь выполнять. А за что хвалить, он же только пришел. Ну вот, у меня такой же вопрос. То есть ты, короче, отказал и тебе сказали бай-бай? Не, не то, что сказали бай-бай, все, я стал там нелюбимцем, неугодным, я решил, что нужно уходить. Вообще, мы планировали на горельнике купаться с Анжаром, но я забыла купальник. Да, поэтому Анжар не забыла. А Анжар не забыла. А Анжар не забыла. А сумка-то где? В машине. Ой, ничего страшного, все нормально. Сумка-то в машине? Сумка в машине, да? Да. Посмотри, вот молодой человек дрожит, но планирует. Молодец. Анжар, я за слова отвечаю, скажешь, полезьте в воду, в воду. Анжар, ты нам всем нужен здоровый, с хорошим иммунитетом, поэтому... В общем, давай, я предлагаю прогуляться. Да, давайте. Давай прогуляемся. А в горели? Да, тут, кстати, вода не холодная, пойдем, потрогай. Да? Ну, классно придумали, это что, источник? Да, холодная, а это теплая. Холодно, молодой человек? Более-менее. Ты на вас смотришь, как будто... Ну вот. А чего вы дрожите, вода же нормальная? Ну, вы залезьте и посмотрите. Санжар хочет попробовать. Вот там, летом, очень холодная вода, потому что она водниковая. А, аккуратно. Ага. Вот здесь очень холодная вода. А, тебя намочили, блин. Аккуратно. Ладно, давай, тауга варек. Так, собака, аккуратно. Тауга варек. Ты, кстати, религиозный человек? Я религиозный человек. В мечеть ходишь? В мечеть хожу. Ну, я, наверное, отношусь к тому большинству, кто ходит на жма-намаз. Вот, но... Каждый пятницу ходишь? Да. У меня религия всегда в сердце, в голове. И самое главное – это не нарушать те главные постулаты, следовать принципам. Вот. Слушай, ну ты понимаешь, да, что то, что ты транслируешь, ты должен сам быть таким, да? Конечно. Я даже ПДД не нарушаю сейчас. Я понимаю, что... Почему ты сейчас раньше нарушал? Раньше еще, честно, раньше еще мог себе позволить оглянуться там. Никого нет. Ни для кого я не создам никаких неудобств, да. В этой ситуации можно развернуться, да. А сейчас? А сейчас? Сейчас нет. Нет, я буду ехать хоть сколько километров, чтобы не нарушать, понимая, что за мной могут ехать, могут снимать, могут специально. Да и вообще как-то... Ты работал в Акимате Алматы, отвечал за внутреннюю политику. Да. За молодежную политику. За молодежную политику. Вот сейчас, если бы тебя пригласили с заместителем, пошел бы? С заместителем Акима города Алматы? Да. Я не знаю, Динара, это все будет зависеть от того, как вообще... Да, если дадут карт-бланш на изменения, то можно. А если вот не дадут этот карт-бланш и сиди, да, то я ни на какую должность не соглашусь, потому что... Ну, смысл сидеть мне на должности какого-нибудь большого начальника и не иметь возможности менять. Ведь я, находясь здесь, не на госслужбе, я сейчас столько вообще миллиардов для страны помогаю сэкономить. Я это вижу. Поэтому там я бы транжирой был, сидел, потому что я бы только тратил бюджетные деньги. А тут я закрываю дырки, и я вижу, что я очень большие деньги просто экономлю для государства. Где я эффективнее? Конечно, здесь. Ты доволен, да, тем, что ты сделал по утильсбору? Но вопрос еще, кстати, до сих пор открытый. Тут же было два поручения президента. Одно – передать государству за критеру, а второе – это снизить ставки утильсборной. И мы видим, что Минэкологии и Мининдустрии подходят к выполнению поручения главы государства формально. То есть да, передали государству, да, как бы снизили, там неважно на сколько, да, это неважно, хоть на 5 тенге, хоть на 500 тысяч формально выполнили. А по факту мы говорим, у вас неправильна вся система, весь механизм утилизации, он неправильный. Поэтому неважно, сколько мы будем собирать, вы не будете достигать этих целей. И вы сейчас хотите, чтобы те же функции ТОРОП выполнял дому. То есть вы также будете эти деньги тратить. А ты предлагаешь на год вообще отменить утильсбор? Я предлагаю минимум на 6 месяцев, на год отменить утильсбор, чтобы провести расследование. Куда ушли деньги? Кто вообще эту кривую, косую схему везде утвердил, везде согласовал? А вот на это время, допустим, если там на год или на полгода отменить утильсбор, машины сразу должны стать дешевле? Конечно, сразу. Я встречался с дилерами, которые завозят сюда и Ауди, и Порш, и Тойоту. Дилеры, они говорят, вот на сумму утильсбора, вот на миллион тенге станет меньше, мы вот в тот же день на миллион тенге эту машину сделаем дешевле. Я говорю, отвечаете? Они говорят, отвечаем. Ну, потому что эти деньги, они не к ним и не идут. Ну да, да, им и без разницы. Им какая разница, да. Вообще, в мире утильсбор, идея утильсбора заключается в том, чтобы было меньше старых автомобилей, да? И нам обещали тоже, что если будет веден утильсбор, то парк автомобилей станет новее, да? Да. И, по сути, ты там должен платить за утильсбор, если ты отдаешь свою машину на утилизацию, да? Да. А у нас, получается, немного все как-то перевернулось, и наоборот, машины даже новые стали дороже. Вот почему она должна платить за новый автомобиль, утильсбор, если она 2021 года? И, возможно, через 10 лет другой владелец решит ее разобрать по запчастям, продать, допустим, да? Да. И как-то по-своему утилизацию. Почему он должен платить за утильсбор? Вот во многих странах действительно утилизационный взнос оплачивается только в момент устаревания техники и когда нужно от нее избавляться. А сколько должно быть лет машины? Во многих странах по-разному 10, 12, 15 лет в странах Европы. Ты правильно отметила, основная цель, как указывает наше правительство, экологическая. А по факту мы видим, что именно с момента утилизационных взносов за 2016 года автомобильный парк стал устаревать. И в нашей стране средний возраст легкового автомобиля составляет, знаешь, сколько? Сколько? 19,7 лет. То есть 20 лет! Это средний возраст сейчас автомобиля. Даже не самый большой. Да, да. То есть считай, значит, половина автопарка где-то 30-35 лет, а нам обещали, что вот теперь у нас парк будет омолаживаться, а омоложения нет. Почему? Потому что автомобиль стал очень дорогим, он стал роскошью для казахстанской семьи. И люди стали покупать старые автомобили. Даже если я захочу сейчас условно купить автомобиль, даже в России, то есть я должна буду заплатить за этот утильсбор, и автомобиль будет дороже. Да, будет дороже. Слушай, ну ты вот эту тему пока, короче, не добьешь, ты от нее не отстанешь. Я не отстану. Мы никогда не отставали ни от какой темы. Я помню, впервые с автомобильной тематикой я столкнулся в 2006 году. Я только купил праворульный автомобиль Паджеро, и тут через два месяца правительство издает указ, что все, теперь их нельзя эксплуатировать, не то, что там завозить. Мы бились. Я опять-таки стал неформальным лидером праворульного движения. Мы собирали митинги по две, по три тысячи человек. И в итоге мы добились того, что отменили норму по эксплуатации. Можно эксплуатировать до последнего этот автомобиль. Они сейчас на улице города ездят. То есть, пока мы не довели до конца, мы не остановились, и в этом случае то же самое. И самое главное, Динар, мы все теперь понимаем, что вся эта схема была неправильной. Что там очень сильная коррупционная составляющая. Люди со своих карманов за последние пять лет собрали 692 миллиарда деньги. Да, сумасшедшие деньги. Это из карманов наших налогоплательщиков, которые еще налоги платят. Государство вбухало сотни миллиардов в виде преференций в этот автопрон. И ничего не сработало. Эффективность ноль. И никто же не несет ответственности. Поднимать и говорить, так, мамин, это ваши проделки, да? Иди сюда. Посадить. Кто? Вице-премьер Скляр, да? Вы тогда были министром индустрии или вице-министром даже были. Вы вот подписывали, вы это все вели, лоббировали. А все не сработало. Иди сюда. Наказать, да? В уголовном порядке, все в рамках закона. Только тогда будет порядок. Потому что чиновники будут знать, что за их предыдущие проделки придется отвечать. А они знают, что им ничего не будет. То есть ты хочешь сказать, что премьер-министру Оскару Мамину повезло? Что он просто ушел в отставку? Он пока ушел по собственному желанию. Еще и в разных источниках было, что он по собственному желанию ушел. А в других источниках, что Тукаев отправил его в отставку. То есть вот здесь вот тоже непонятная ситуация. Но в любом случае с ним история еще не закончена. Я объясню. Мы не будем на этом останавливаться, да? Мы не только сейчас добьемся вот решения УТИ-сбора. Мы еще и будем дальше копаться. Кто вообще во всем этом виноват? А можно ли вернуть эти деньги вообще в бюджет, да? Которые просто отдали в лжеавтопром. И эти деньги ушли в карманы частных бизнесменов. Можно ли их вернуть государству? А мы это кто? Ты же говорил о том, что возможно будешь открывать свою партию. Создавать свою партию. На сегодняшний день у меня, я вижу вот прям запрос со стороны общества на новую политическую партию. Ну даже вот только что, когда садились в машину, подошел мужчина и говорит, партия на Кашан-Курамс. Да, когда будет. То есть от тебя все ждут, когда ты создашь партию. И как она будет называться, кстати? Это большая ответственность создавать партию. И если я ее буду создавать, Дина, я буду ее создавать не для себя. Это будет по-настоящему народная партия снизу. И люди путем голосования сами будут избирать председателя. А не так, что кучка людей принимает, кто будет председателем. Партия будет сильна тогда, когда там будет по-настоящему сильный лидер, избранный от народа. Слушай, ну чтобы создать партию, там нужно собрать сколько там? 20 тысяч подписей. Да. И это не проблема. Сколько тысяч людей нам пишут, говорят, что поддерживают, готовы собрать. Конечно, все это нужно делить сразу на 10. И тогда можно получить реальную поддержку. Но ты это должен делать либо сейчас, либо никогда, мне кажется. Потому что сейчас ты видишь, насколько ты популярен, востребован, сколько на тебя возлагают надежд. Дина, вот ты меня поддерживаешь? Я тебя поддерживаю. Ну и все. Меня поддерживают люди. Не, ну подожди. Ты будешь все-таки создавать партию или нет? Я буду создавать. Хошан. И на прошлой встрече я тоже в Астане об этом сказал. В совбезе. Вообще, мне сделали предложение пойти на госслужбу. О-о-о. Да. Я не буду вдаваться в детали. Какое кресло тебе предложили? Мне предложили пойти в агентство по делам госслужбы. Кем? Вот. Председателем? Не будем вдаваться в подробности. Но я сказал, что там я не буду столь эффективен. Я говорю, моя задача, моя цель – это создать политическую партию, которая будет по-настоящему снизу. Поддержите вы, не поддержите, я говорю, это решение не мое. Это решение вообще людей. Люди хотят, есть запрос. Ваши три партии в парламенте не смогли артикулировать все интересы, запросы общества. Туда сидели, бездельничали на протяжении вот нескольких созывов. Я говорю, мы не будем никого ждать, мы создадим. И вот я вот долго думал, какая же это будет партия. Зафиксировали письменно, промолчали, оглянулись и сказали, что ну, думаем. Но это мое право. То есть это было до того, как предложили против агентства? Нет, это было в тот момент. То есть сначала предложили агентство, а потом ты сказала про партию, да? Потому что я не собираюсь идти. Вот Санжар истинный джентльмен. Спасибо. Помогает девушкам спуститься. Здравствуйте. Здрасте. Тел руку только для. Сейчас, сейчас. Что-то мальчики вопоздали уже. Санжар, останется, ты мне нужен. Упс. Спасибо. Спасибо большое. Абонент став. Я думал, ты меня проведешь тут. О, салам алейкум. Я на тебя подписан, братан. Подпишем. Давайте. Всем ответственно на Санжар Абукаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Мы сейчас их тут пропустим. Слушай, ну Санжар, ну что такое? Здесь же опасно. Очень опасно. Во-первых, спуск. Ну, во-вторых, я вижу уже гололедица. Здрасте. Здесь можно, здесь можно нечаянно вот просто взять и скатить. Катиться вниз, это же... Очень легко. Да, конечно. Ну, ты же, да, тогда залпит в сбор, говоришь? Да, да, да. Слушай, ну я говорю, это народная любовь. Просто народная любовь. Я уже... Да, да. Да, снизят. Ребят, вы выбрали не самое лучшее место сейчас для фотосессии. Здесь опасно. Давайте мы пройдем. Хорошо? Все, я с вами быстро засадусь. Просто команда ждет, там пробежала. Все, давайте. Фототе нас. Паха пошли. О, боже. Я думал этот. Селфи сделайте, ребята, давайте. Санжар, ну слушай, твоя народная любовь уже не дает нам снять нормально. Ты знаешь, это на самом деле этот, и обидеть не хочет, а столько времени отнимает, потому что вопрос задает, ты же не ответишь, не уйдешь, так же нельзя. Поэтому приходится... Ну ты же не думал, что так будет? Я вообще не думал. Слушай, станешь Акимом, пожалуйста, реши этот вопрос, это же опасно. Если в течение недели Акимат Алматы или ДЧС это не сделают, я приеду, я это сделаю. Сам? Сам сделаю. Ну, в смысле, со своими ребятами. Не, ну на это вообще-то выделяются средства. Слушай, здесь не опасно? Здесь вовсе не опасно. У тебя вообще есть какие-то страхи? Ты же человек. Да, я человек, но всегда почему-то, ну как-то вот не боюсь за себя. Мамочка, ага. Не боишься за себя? За себя вообще не боюсь, нисколечко. Вот. И самое главное, я не нарушаю закон. Угу. Потому что ты все-таки бывший госслужащий, и ты знаешь, что можно, а что уже вот все-таки границы. Везде же есть свои красные флажки, да? Да. В поведении человека, в вашей семье, в твоих вот принципах. Я тоже вижу эти красные флажки. В первую очередь, для меня это закон. Вот если я его не приступаю, и все, для меня это самое важное. Потому что мы даже, говорю, вот на митинг подавали 8 раз, и мы незаконный митинг не стали проводить. То есть мы хотим все это делать в рамках закона. А есть еще неформальные красные флажки, расставленные властями. То есть нельзя критиковать Ельбасы, нельзя критиковать президента. Ну, если вы мочите министра, то ну ладно, окей. Существование их я тоже знаю, вот. Но, тем не менее, иногда я перехожу эти флажки, или, может, подхожу к нам. Я не помню, когда ты критиковал президента Тукаева. Вчера, допустим, по съезду партии, я сказал, что в таком виде этот съезд можно было не проводить. Критика была в отношении партии слабой. Вообще он не попал по многим моментам. Он говорит, вот Ли Куан Ю, это не самая лучшая модель, потому что он не был демократичным. А вы, блин, такие демократичные, да? Когда воспоминания начальника антикоррупционной службы Ли Куан Ю, он зашел к нему и сказал, вы знаете, мне трудно вам это сказать, но прошла информация, что ваша супруга купила апартаменты с 10% скидкой. Мы посмотрели, доходы законные ваши, но 10% скидки, возможно, это какое-то лобби. Следуя принципам, которые вы нам утверждаете, я обязан проверить вашу семью. И тогда вот этот недемократичный лидер, как сказал Тукаев, он ему сказал, сделайте все по закону. И, пожалуйста, проведите объективное расследование и доложите в стенах парламента. Пусть народ знает правду. Ты что, он недемократичный? Попробуй наш какой-нибудь антикоррупционщик зайти к президенту и сказать, я должен проверить вашу семью. Да все, он уже оттуда не выйдет. Но сейчас мы же видим изменения. Мы же видим, что очень много изменений, причем они чуть ли не каждый день. Изменения есть, Динар. Вот опять-таки большое заблуждение нашего общества состоит в том, что они слишком большие надежды возлагают на Тукаева. У него нет столько времени. Во-первых, главная задача Тукаева, и пусть до него донесут, это подготовить базу для будущих политических реформ, для того, чтобы страна начала меняться. Он не изменит за короткое время. Но если он действительно с народом и действительно хочет что-либо изменить, он должен подготовить для этого все необходимое. Ну ему сложно, наверное, сейчас сразу это все менять. Динар, самый большой вызов для него... По большому счету он сейчас же только взял все в свои руки. И самый большой вызов для него, самая большая, наверное, угроза, это не народ, это не люди. Это сам госаппарат. Потому что он большой, он неэффективный. Любой руководитель, пришедший, пусть это в частную компанию, в международную корпорацию, в государство, у него есть всего лишь полгода. Если он за 6 месяцев не меняет ситуацию, его затягивает все тиной, и госаппарат, я как человек изнутри знаю, что могут обставить так, и в течение полугода все, у него опять будут розовые очки. Он будет думать, ну все, все правильно, как бы идем. А на самом деле мы никуда не идем, а топчемся на месте. Но ты чувствуешь изменения сейчас? Я чувствую изменения как в государстве, так и в обществе. Поэтому это результат всех этих событий. Я думаю, что Казахстан не будет прежним. Мы еще с Досомом в 16-м году говорили, что у центральных властей, в каждой областной администрации должны быть свои черные папки, где на каждый случай прописано, что и как действовать. И тогда в том числе вопросы заговора тоже должны быть там предусмотрены, чтобы обойти это. И как план «Б» у нас под Алматы целых три воинской части. Десантно-штурмовая вот, да, рядом. И почему мы не смогли удержать эту ситуацию? Да, просто вся эта ситуация произошла из-за того, что произошло наслоение всех текущих проблем. Это и высокая протестность, недовольство населения, это усталость от самой власти. И тут же большая организационная поддержка по части мародерства. Ими управляли. Я думаю, следствие должно сейчас показать, кто ими управлял. У меня есть и версии свои, и догадки, и, возможно, даже частично доказательства того, что произошло. Но о них я пока не говорю. Я жду, пока проведут все расследование. Во-первых, чтобы не помешать, они должны сделать свою работу. А во-вторых, я считаю, что не надо бежать впереди паровоза. Именно поэтому эту ситуацию я пока не анализирую и не раскладываю. Но то, что погибли более 200 человек, в том числе мой друг Канат, а это очень серьезный, солидный предприниматель, у которого на попечительстве 10 студентов, он оплачет им обучение, стипендии. Это удивительный человек, он во много раз умнее и сильнее меня. Но он же погиб, насколько я знаю, потому что поехал смотреть резиденцию, да? Он стоял со стороны Фурманова, вот с восточной стороны, но он был очень далеко. Были там наши другие ребята. Это была шальная пуля? Это, возможно, была шальная пуля, но попадание в голову, я думаю, что это как будто бы работал снайпер. Он точно не нес никакой угрозы, он стоял далеко с нашими ребятами. У него не было в руках ничего, что могло бы напоминать какое-либо оружие. Он не имел отношения ни к политике, ни к религии. Но он просто был в этот момент на площади, да? Он просто был, да, он оказался там. Слушай, ну вот говорят, что машину Акима Сагентаева, которую обстреливали, да, и там не только же была машина Сагентаева, но еще и машина телеканала Алматы, да, и где погиб водитель, что там стреляли именно по окнам, и это тоже как бы любой человек, да, там не может так четко выстреливать, да? Ну и потом его-то вели, просто так кто-то из нас не был бы информирован, что едет таким. Ну, во-первых, их видно, они едут гуськом, три машины, да, с сопровождением. То есть их вели, знали, что они поедут туда. Поэтому я не знаю, был там Аким или нет на самом деле. Я не знаю, не постанова ли это, но в любом случае, если это так, то их вели. Это не случайно. Кто-то изнутри, да? Да, кто-то изнутри сливал информацию. Ну, если, как ты считаешь, вот мы же все писали и спрашивали, да, где Аким, почему он не вышел, потому что мы увидели там, Больша Рана Ушайна вышла, да, в Базумбаев, хоть и матерился, но вышел, да. Но Сагентаев не вышел. То есть он, если бы вышел, он бы рисковал, да, своей жизнью? Я думаю, что риск был бы, конечно, это неуправляемая толпа, но, возможно, бы и послушались. Мы сейчас точно не знаем. У людей есть обида, потому что он самоустранился. И горожане об этом и говорят, что власти не было. Город отдали вообще на откуп, да, мародерам. То есть во власти толпы оказался город, и каждый мог стать, по сути, объектом какого-либо насилия. Его не было, хотя он должен был показаться, он должен был сказать, я с вами, пройти по улицам. Я думаю, вероятнее всего, его бы не слушали, поскольку его у нас просто не уважают. Его никто не избирал. Опять-таки, постоянно нам назначают в город, да. Мы этих людей не знаем, мы не знаем принцип назначения. Но если нам назначают заведомо слабых управленцев, людей, которые не обладают достаточной поддержкой, авторитетом или уважением вот именно этого сообщества, которым он хочет управлять городским, то говорить об эффективности управления нет вообще никакого смысла. А почему он говорит? Компанию возьми. Если ты ставишь руководителем не очень-то уважаемого человека, какой бы он ни был там хороший специалист, да, управленец, его особо слушать не будут. А как Акиму заслужить уважение людей? Во-первых, нужно быть ближе. Мы никогда не видели, чтобы он ходил по улицам, чтобы он встречался. Я когда был в Колумбию университете в 2007 году, поехал в рамках докторской, мы ехали в метро, и мне сказали, а это президент Колумбию университет. Он общается со студентами. Пожилой мужчина едет, общается со студентами. Я начинаю в этот момент вспоминать нашего ректора Казгу, который был на Мерседесе с класса, и машина сопровождения новый Volkswagen Touareg. И я считал это нормой, что вот так вот ректор нашего национального университета, когда мы заходим в основное здание административное, у него отдельный лифт, который мог бы служить всем. Но нет, все идут влево, потому что и толпятся там, и ждут этот лифт. А этот лифт пустует, потому что на нем там в день-два раза пользуется только ректор. Я считал тоже, что это норма, но там сломались все стереотипы. Только вот в этих ситуациях ты понимаешь, как у нас все неправильно. И мы вот каждый раз, почему люди удивляются, а что это Бакаев такой смелый, да? Да ничего подобного, ничего не смелый. Просто я когда-то увидел все иначе, где-то в другом месте, и я знаю, как это должно работать, и хочу это донести до людей. А мне часто в комментариях пишут, ой, кой же сен там, ну, во-первых, казахши сөйле, мне олары казахши жауап берем динары. Сендер, а неге сол, казах тілін дамуту же комитет не бар, қанша миллиард кайдыгет кетверген сурамайстар, минин сурамайстар. Немесе маңы сол, мәселе өте өзекті болваться, казахшыға удары, сон жеткі сперндерден, да, сонда көмек болад. А так сидеть просто, ну, говорить, что мы плохие там, или, а че-то ему позволяют, да, да, почему ему позволяют, типа, всех же садят, а его не садят. А мне не садят, потому что я вижу эти красные флажки, да, я вижу законы, я никогда не нарушаю, кажу свою цифру я обязательно проверю, чтобы не было за что уцепиться. И вот эта вот экспертность, наверное, чуть-чуть мне помогает. Ну, вот недавно Миша же Казачков проводил опрос, да, где там, какого оппозиционера, да, вы поддерживаете? Да, оппозиционного лидера. Оппозиционного лидера, да, и после Аблязова ты набрал большее количество, так сказать, за, и мы заметили, что Мухтар Аблязов, видимо, так сказать, тоже это дело заметил, и начал тебя критиковать. Да, через свои каналы начала по мне говорить гадости, это его уровень, я это даже стал не замечать, у меня там тега ледяна, но я думаю, ну, если он хочет говорить гадости, это его уровень. А что, он боится, что ты заберешь его аудиторию? Да, он, наверное, увидел, что я отбираю его аудиторию, хотя такой цели тоже не ставил, вот, это его проблемы, я даже... А с кем ты сейчас дружишь из тех людей, кто тоже так системно критикует власть? Вот есть два человека, которых я уважаю, с которыми я часто созваниваюсь, это Досум Сапаев и Арман Шураев, это люди, которые принципиальны, у них есть свой взгляд, свой стержень, и я недавно с Арман Жаном записывал интервью, потом выхожу, журнал Forbes, я открываю, смотрю самых богатых людей. Ты знаешь, кто самый богатый человек в Казахстане? Кто? Ты как думаешь? Я уже не помню список Forbes. Я тебе скажу, самый богатый Досум Сапаев. А знаешь, почему? Почему? Потому что он богат не только знаниями, да, и внутренней вот духовностью, он богат тем, что он может говорить. Это свобода, это есть богатство. Тот же миллиардер Ким или Кулебаев, они не могут так же выступить, потому что они потеряют все в один день. То есть то, что они потерять могут в один день, не стоит ничего. А то, что Досум никогда не потеряет вот свое я, свою свободу, и вот возможность говорить, что ты думаешь, да в этой маленькой короткой жизни, Динар, мне кажется, деньги уже ничего не значат. Но для тебя деньги что-нибудь значат? Ты ездишь на Тесле, она тоже не дешевая. Сколько в районе 30 миллионов сеньги стоит? Деньги значат тогда, когда тебе необходимо закрыть свои потребности. Вот я закрываю свои потребности для своей семьи. А как ты сейчас зарабатываешь? В настоящее время, вот я, как сказал, продал свой бизнес. Вообще я дал себе слово, что не буду рассказывать особо, поскольку потом начинают опять вот это вот все... Не, ну просто людям, я думаю, будет интересно, потому что ты сейчас не занимаешься бизнесом, да? Я занимаюсь бизнесом, я занимаюсь бизнесом, Динар, но я принял для себя решение, что не буду официально участвовать в каких-либо компаниях в качестве акционера или директора. То есть чтобы обезопасить бизнес? Чтобы обезопасить бизнес, да. Я не буду о них рассказывать, как называться компаниями. Но ты куда-то вложил свои деньги? Я вложил свои деньги. Ты зарабатываешь там уже? Я зарабатываю. Производство? Это четыре производства, в которых я участвую сейчас в данный момент в качестве партнера, поскольку я на себя взял обязательство повысить производительность при минимальных затратах путем внедрения кайдзен других продвинутых управленческих техник, которые используются вообще в гигантах. И второе, мы сейчас привезли одну очень нужную для казахстанского сельского хозяйства установку. Это системы капельного решения, которые позволяют снимать на юге четыре урожая, допустим, за сезон. И мы видим спрос, мы видим, что сельское хозяйство надо развивать. Мы никогда не станем индустриальной страной. А вот смотри, ты выложил, в смысле это был новый бизнес? Это новый, это абсолютно новый. То есть у тебя есть партнеры? Да, у меня есть партнеры. Ты получаешь там дивиденды? Конечно. Но это просто... Пока что затраты. А, пока что затраты. Пока что затраты больше. Мы провели эту установку, поставили на Копчегае, чтобы показывать. Сейчас ждем февраль, мы ее выставим, и они уже более подробно расскажут. А как ты вот хранишь свои деньги? Ты же продал свой бизнес, да? Вот я у тебя была на производстве в столице, заказывала у тебя там ножки для своего стола, кронштейн заказывал для магазина. Затем ты здесь успешно развивал свою мебельную, корпусную мебель, да? Причем там... Сказать до какого момента? До какого? Вот ко мне пришел один человек, очень известный бизнесмен, называть его нет? Назови. Его зовут Жумабек, он пришел, а я вот рассказываю, четыре с половиной тысячи квадратных метров производства, смотрите, какие у меня станки, весь цикл производства. 80 человек у меня работают на фабрике, класса. Он... Что дальше делаешь? Я говорю, ну вот, сейчас буду автоматизировать, сейчас привезу еще промышленный робот и хочу вот с... Ну и что, сколько зарабатываешь? Я говорю, ну вот столько. Он говорит, если это твой уровень, если это твой потолок, тогда можешь ко мне не подходить. И уходит, представляешь? А ты его зачем позвал? Да, вот просто мы познакомились как-то, у меня вот друзья предприниматели... Нет, у нас есть такое среди предпринимателей, мы делимся какими-то знаниями, а это может быть тогда, когда ты посещаешь и говоришь, а вот смотри, вот такая идея. Когда я к тебе пришла, я была восхищена. Да, но это было маленькое производство в Астане. А ты же не была в Алмате. Ну. Мы с тобой только по зуму общались. Ты думал, что ты сейчас его удивишь, да? Да, я думал, что я сейчас удивлю, потому что все приходят, там нахваливают, говорят, как классно, вообще молодец. Видишь, как хорошо это конструктивная критика. Да, и он говорит, я знаю твой потенциал, да, я вот знаю твой потенциал, и очень жаль, что ты на таком уровне, представляешь? Садись в машину и уезжай. И что он поменял в твоем мышлении? Я начал думать, думаю, действительно, и потом я снова его набрал. Он говорит, ты сейчас полезен для 70 человек. Ты понимаешь, что ты можешь быть полезным для 70 тысяч человек или для 700 тысяч человек? Он говорит, я не знаю, но ты, пожалуйста, об этом подумай. Я, окей, короче, и я стал как-то больше об этом думать. Ну, и вот, как я сказал, вот это вот сигналы по проверке, и все, и я решил, что да. А сколько тебе нужно вообще денег в месяц, чтобы вот покрывать мои расходы, да, расходы семьи, родителей? Я думаю, что полутора миллионов достаточно, потому что мы не транжиры, мы вот, ну, нам вполне достаточно. Но ты же летаешь часто в Астану, там, собираешь людей, да, и ты понимаешь, что ты это всегда делаешь за свой счет. За свои деньги, за свой счет. Потому что я сколько с Альжаром встречаюсь, он всегда угощает. Нас сейчас угостил пловом. Я делаю, да, за свой счет, я не могу ни у кого взять деньги. Если я хоть раз у кого-нибудь возьму деньги, я уже не смогу быть независимым. Тебе как воспитали? Что тебе говорили, вот, когда родители, когда ты был маленьким, как тебя воспитывали? Вообще, как вырастить такого сумма, как ты? Я вырос в простой семье, вообще из династии педагогов, со стороны отца все были кузнецами. Я был, я стал кузнецом, в пятом поколении стал кузнецом. Как-то в простой семье, и деньги никогда не стояли в приоритете. А что было в приоритете? То есть там родители заставляли тебя учиться на пятерке, читать книги? Нет, не заставляли. Нет, не заставляли. На днях я встретился с одноклассниками. Мы чат создали, переписываемся, и одноклассница Гульмирка вообще вспомнила ситуацию. Говорит, а помните, в седьмом классе мы все бегали на перемене, и тут кто-то роняет доску. Мы так бесились, доска падает. Я подбегаю, ее поднимаю. В этот момент заходит наша учительница, самая строгая по математике. Бакаев, это ты! А я стою, держу, а мне тяжело. Я ее опустить не могу, потому что на пальцы придавят. А брошу, она так рухнет. Я стою, и главное, никто не помогает. Я стою, вот, и спину, она тяжелая такая, советская доска. И учительница, и учитель мне не помогает, она меня ругает во все. Я стою уже, все, я понимаю, что если я сейчас уроню, это вообще она развалится. А если положу, то себе на пальцы, короче. И тут она сказала, помогите ему. Я думаю, и потом, и вот как-то вот это вот, ну, они, одноклассницы смеются, говорят, вот Санжар всегда был какой-то такой вот, ну, ответственность за всех ему пролетала. И ты готов был на себя все взять, да? Нет, не то, что, да, не знаю, не знаю, вот, то ли взять, то ли просто вот это вот. Тебе легче отдать, да? Мне легче, мне легче, да, отдать, да. А простить? Только то, что соответствует там моей внутренней морально-нравственной там концепции, да, только вот в рамках этого, если оно не обязывает меня, если оно не создает неудобства, потому что я тоже, когда прилетаю в Астану, в Алмату, мне легче взять такси, допустим, да, чем попросить или вот своего же работника, сотрудника, потому что, думаю, пусть это... Кстати, я знаю одну историю классную. Когда к тебе устраивались на производство люди, ты давал им белый конверт, и в белом конверте были правила, да? Или что это было? Это не на производство, это на госслужбу. А, на госслужбу, да? Да, когда я пришел в управление внутренней политики, мы взяли двух сотрудников, и мне начальник отдела кадров говорит, ну все, вот подпишите, они вот присягу сейчас подпишут. Я говорю, а присягу кто принимал? Ну никто, мы просто подпишем, так у нас заведено. Я говорю, нет, так не должно быть. Собираем весь коллектив, они пусть перед всем коллективом приносят присягу, пусть чувствуют ответственность, пусть заучат, все вот как положено, зафиксируйте. И с этого пошла традиция, и я в белый конверт вложил одну очень интересную историю. Свою присягу. Да, свою дополнительную присягу. Написал свою присягу для госслужащих. Да, я давал новобранцам нашим и говорил, после присяги зачитать у себя в кабинете, никому не показывать и никогда не рассказывать. А что там было написано? Там была история правителя Умара, который всего два года и четыре месяца правил страной. Когда к нему в гости пришел его друг вечером, он увидел, что его друг запустил, он затушил большую свечу, зажег маленькую свечу. И этот вопрос прозвучал в передаче «Что, где, когда?», и знатоки не ответили на вопрос, почему он это сделал. Они сказали, что он хотел показать другу, что у него не так много времени. А на самом деле, когда вечером пришел его друг, он занимался государственными делами и сжег казенную свечу, купленную на бюджетные деньги. Но увидев своего близкого человека, он понял, что будет говорить на частные темы, они связаны с государством. И он потушил вот эту вот казенную свечу и зажег свою собственную. Представляешь? Вот это вот настолько… О, это прям не передать. И я вот в белом конверте каждому давал эту историю. То есть это притча. И я скажу, что есть результаты. Мои бывшие сотрудники новые, они всегда мне пишут, говорят, мы следуем этим принципам. Это работает. Но мне кажется, что человек изначально либо готов брать чужое, да, либо он не готов. То есть это вопрос такой, да, то есть либо ты порядочный человек, либо ты непорядочный. Проблема же в основном кадровой политики в чем? В том, что коррупционер, он возьмет такого же. И он не принесет много вреда тем, что он украл в бюджете деньги, да. А он взял такого же, а этот коррупционер возьмет такого же, понимаешь? Там это такой вообще серьезный ущерб стране. Поэтому если придут честные такие, ну, порядочные люди, вот сейчас главная ценность для людей, для нашего будущего госаппарата, это, наверное, порядочность. Вот люди должны прийти туда порядочные. И тогда они будут брать таких же к себе на работу, потому что они не смогут работать с другими. Потому что ценности будут одни. Да, ценности будут одни. А те люди, которые коррупционеры, они не смогут работать с честными, потому что ломается вот эта вот схема заноса-выноса по вертикали. И поэтому многие ребята ушли, да. Многие толковые ребята уходили из госслужбы, я их знаю. Потому что просто совесть, видимо, не позволяла. Совесть не позволяла. И их попытка как-то тоже поучаствовать в общественных процессах, стать помощниками общества не удалась. Знаешь почему, Динар? Почему? Потому что общество само стало гасить их. Да ты там работал в Акимате, ты там на себя посмотри. А он реально был честным. Ну тебе же тоже так говорят. Да, и мне тоже так говорят. Ты же, ты был тоже Наротановец. И мне говорят, ты же тоже там работала. И вот так общество, оно само сломало ноги своих честных ребят, которые вот из госслужбы ушли и хотели... Ну вот стоит обращать внимание на такую критику или нет? Вот все-таки тебя же не только все хвалят, да? Есть же и люди, которые тебя критикуют. Ты обращаешь на это внимание? Я обращаю внимание на здоровую критику. И я ее даже поддерживаю. А как ты ее понимаешь, где здоровая, где нездоровая? Здоровая там, где не переходит на личности. А там, где говорят, вот, Санжар, вы можете перепроверить вот эти данные? Мне кажется, вот здесь вот вы не совсем там точно отметили. Тут есть еще такой вот субъективный фактор. Вот я начинаю анализировать, и где-то это подтверждается, что я, может быть, что-то упустил. Я же тоже не 7-5 был. Все мы ошибаемся. А если переходят на личное? А если переходят, вот, все. Иногда говорят, да, этот картавый, я всю ночь, да, пишу, анализирую, записываю видео, думаю, пусть будет короче часы времени. И рассказываю о такой важной проблеме, и первый комментарий прилетает, ой, этот картавый, то есть все, короче. Ну, Дина, знаешь, что это... Это моя фишка. Я бы так написала. А Лин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова